Всем привет! Напоминаю, что в этом месяце среди своих подписчиков я разыграю сразу два устройства от Xiaomi. Это четвертый Mi Band с NFC и беспроводные наушники TVS-наушники R2 SE. Правила достаточно простые. Первое, это, конечно же, быть подписчиком моего канала. Не забудьте открыть профиль, чтобы я в этом убедился. Второе, это поставить либо лайк, либо дизлайк этому видео, в зависимости от того, как вы его оценили. И третье, это написать совершенно любой комментарий. В конце месяца я проведу стрим, где вместе со своими зрителями мы выберем два самых популярных видео из тех, что вышли в этом месяце. И среди них я найдем по одному победителю. У меня в руках новый флагман BQ, модель называется 6430L Aurora. И сразу расставим все точки над «ё». Эта новинка стоит 10 тысяч рублей, и это флагман исключительно в рамках бренда. Даже в самые лучшие времена самый дорогой смартфон от BQ стоил дешевле 15 тысяч рублей. Поэтому не имеет никакого смысла сравнить его с флагманами брендов А-класса, такие как Samsung, Xiaomi и прочие. Потому что ранится в цене, там будет стоять 5, 7 или даже 10 раз. Но сразу скажу, за 10 тысяч рублей этот аппарат реально очень годный, и сейчас мы в этом с вами убедимся. Начать хотелось бы с дисплея. Обратите внимание, что по габаритам BQ практически один в один с моей Motorola G8 Plus. Но рамки у BQ тоньше, и экран на 0,1 дюйма больше. Посмотрите, это прекрасно видно и реально бросается в глаза. Габариты те же, но экран больше. Причем это тоже IPS-матрица с вполне годным разрешением 2310 на 1080 пикселей. Под фронталку имеется небольшой вырез в левом верхнем углу. Сзади смартфон смотрится прикольно. Особенно привлекает внимание блок камер. Тут их 4 штуки, но о них чуть позже. Рядом с камерами квадратный сканер отпечатков пальцев. А вот что радует и расстраивает одновременно, это задняя крышка. Она глянцевая, выглядит хорошо, но отпечатки собирает моментально. И начищать ее можно бесконечно. В общем, купить чехол придется в обязательном порядке. Немного расстраивает комбинированный лоток, потому что придется выбирать между второй симкой и карточкой расширения. На смарт установлен 10-й Android. К сожалению, BQ обновлений не очень радует. Поэтому обновлений до 11-го я бы не ждал. Зато пока аппарат не забит ненужными программами, он просто летает. Наверное, в этом заслуга 4 гигабайта оперативной памяти. Согласитесь, для смартфона ценой 10 тысяч рублей это очень недурно. Встроенной памяти 64 гигабайта это тоже радует. Процессор 8-ядерный Mediatek Helio P60. На самом деле, вполне годный недорогой процессор, который потянет многие современные игры, как минимум на низких настройках. Мой друг и коллега Александр делает шикарные обзоры и сравнения смартфонов. И давайте спросим у него, что он думает по поводу этого процессора. Привет, Макс. На таком процессе у меня на тесте был Cubot Note 20 Pro. Да, просто, конечно, бюджетный, но он тянет к PUBG, танки на минимальных и средних настройках графики. В общем, поиграть можно, но без изысков, конечно. Если берете смартфон чисто для игр, я бы рекомендовал присмотреться к чему-нибудь помощнее. Например, Snapdragon 720 или старше. Но там, конечно, цена существенно выше будет. В любом случае, мощный смарт для игр за десятку не купить. Так что, еще раз передаю привет тебе и твоим подписчикам. Удачи! Спасибо, Александр. Да, не 720 Snapdragon, но тоже вполне неплохо. Если что, ссылочку на обзор Александра я оставлю в описании. Переходите, и там вы узнаете, сколько этот процессор набирает в бенчмарках и как на нем играется в PUBG. Ну и что лично мне понравилось, это двухдиапазонный Wi-Fi. Ну, потому что без 5 ГГц сегодня реально никуда. 2,4 ГГц просто жутко забиты. Ну и, конечно же, есть Bluetooth, GPS с GLONASS и, разумеется, есть NFC-модуль с поддержкой бесконтактных платежей. Потому что, если бы здесь не было NFC-модуль, этого видео тоже бы не было. Теперь о самом душетрепательном. О камерах. Основная камера делает снимки с разрешением 16 Мп. Есть еще макро-модуль на 2 Мп и два дополнительных модуля на 0,3 Мп. Качество фотографии, на мой взгляд, неплохое. Хотя, опять же, на мой взгляд, детализация на 12 Мп не тянет. И в целом 12 Мп от Моторолы выглядит увереннее. Но на BQ меня больше смутили не столь яркие цвета. Мало того, что сейчас на улице хмуро, так еще и камера немного нагнетает грусть. Опять же, мото снимает чуть лучше, но феноменальную разницу я бы не назвал. BQ даже при просмотре стопроцентных кропов смотрится реально неплохо. Хотя ночью съемку мото вытягивает лучше. Это даже без включения супер ночной съемки, о которой я рассказывал в обзоре Моторолы. Но и BQ надо отдать должное, держится молотчиком. Ночные фотографии смотрятся вполне приятно. А вот фронталка, мое почтение. Она на 20 Мп и пусть, на мой взгляд, реальное разрешение и ниже, но все равно детализация и четкость реально очень хорошая для смартфона ценой 10 тысяч рублей. На мой взгляд, по фронталке более дорогая Моторола начисто сливает BQ. И на ночных селфи или съемки при недостаточном освещении отрыв даже увеличивается. Как по мне, то эту Аврору можно реально назвать селфи-фоном. Даже пусть там нет заявленных 20 Мп, но себяшки получаются очень и очень крутые. Ну и последнее, автономность. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Это ни много ни мало, это такая средняя по больнице цифра. Конечно же, его хватит для одного-двух дней работы в зависимости от сценария использования. Не зависит от того, как много вы будете играть, использовать беспроводные интерфейсы и так далее. Но два дня работы выжать не составляет особого труда. Больше всего меня расстроил тот факт, что здесь нет поддержки технологии быстрой зарядки. Комплектная ЗУ выдаёт 10 Вт, 5 Вольт, 2 Ампера. И, собственно говоря, столько максимум смартфон и может забрать при зарядке. Так что зарядка получается не очень быстрой. И вот если бы была хотя бы там 15-20 Вт зарядка, чтобы можно было подсунуть смартфон буквально там на полчасика-часик существенно восполнить емкость аккумулятора, вот это было бы хорошо. Но, к сожалению, чего нет, того нет. Резюмируем. На мой взгляд, это очень годный аппарат за свои 10 тысяч. Ну давайте загибать пальцы вместе. 4 ГБ оперативки, неплохой процессор. Есть модуль NFC, двухдиапазонный Wi-Fi. И, конечно же, очень и очень, на мой личный взгляд, неплохая селфи-камера. Всё это позволяет мне назвать данный аппарат очень неплохим селфи-фоном стоимостью 10 тысяч рублей. Но своё мнение вы, конечно же, можете и обязательно пишите в комментариях. Не забываем при этом ставить лайки, дизлайки, если видео понравилось, не понравилось, соответственно. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, если хотите одним из первых узнать о выходе нового видео. Ну а у меня на этом всё. Меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok